глубоко уважаемый председатель уважаемые коллеги здравствуйте благодаря вашим усилиям продолжительность жизни онкологических пациентов значительно выросла это в свою очередь делает актуальным вопрос о качестве жизни этих пациентов лучевые повреждения кожи нежелательные явления химиотерапии приводят к ограничению повседневной активности наших пациентов ухудшению их общего состояния и зачастую препятствуют продолжению онкологического лечения среди осложнений лечения онкологических пациентов видное место занимают поражение кожи независимо от природы реактивных реакций вызывающих изменения кожи это могут быть токсикоаллергические реакции цитотоксические реакции гормонально опосредованной реакции может быть иммунное воспаление и хроническая реакция трансплантата против хозяина нарушается барьерная функция кожи почему прежде всего за счет уменьшения скорости деления кератиноцитов они медленнее созревают тоньше становится эпидермис атрофии подвергаются сальные потовые железы разрушается гидролипидная мантия кожи поражения кожи могут быть представлены различными синдромами это могут быть волдыри или пузыри размеры пузырей могут быть обширными как при синдроме стивенса джонса или даже при синдроме лоелла токсическое поражение волосяных фолликулов вызывает алпецию дистрофические изменения ногтей пациенты жалуются на паранихия на появление вторичных очагов инфекции на язвы различные проявления дерматита развиваются лекарственные дисхромии несмотря на такую обширную и многоликую клиническую картину поражений кожи процесс начинается с поражения гидролипидной мантии кожи первая жалоба пациента на сухость вслед за этим появляется зуд нарушается целостность кожного покрова могут появляться трещины может быть шелушение как проявление развивающегося воспаления и вслед за зудом сухостью эритемой и другими признаками воспаления как снежный ком накатывают другие более тяжелые повреждения кожного покрова восстановить мантию маркианине непросто проще ее восполнить именно для этого используются косметические средства в отличие от лекарственных препаратов наружного применения косметические средства не оказывают системных эффектов поэтому они безвредны безопасны не требуется жесткого контроля при использовании этих средств и удобно наносить наружно эти препараты спектр косметики представленный сегодня чрезвычайно широк как выбрать именно те косметические средства которые облегчат состояние наших пациентов а этого я предлагаю обратить внимание на косметические средства марки авен всем известно группа компаний фармацевтических пьер фабр известно прежде всего своими онкологическими препаратами однако лечение тяжелых онкологических пациентов невольно влечет за собой и желание помочь пациентам перенести это тяжелое лечение вот такой симбиоз онкологов дерматологов технологов и позволил лаборатории пьер фабр разработать специальные линии косметических средств предназначенные для облегчения страданий пациентов находящихся на лучевой и химиотерапии группа крупных известных исследователей в гидротерапевтическом центре авен исследовала влияние минеральной воды источника авен на реабилитацию пациентов после комбинированного лечения рака молочной железы четко были показаны положительные моменты такого лечения в чем же преимущество минеральной воды авен прежде всего это низко слабо минерализованная вода в источнике были обнаружены микроорганизмы аквафилиус доломе которые обладают удивительным иммуногенным действием иммуномодулирующим действием изучение детальное этой микрофлоры привело к созданию лаборатории пьер фабр субстанции которая называется иммодулия иммодулия обладает противозудным действием так как воздействует непосредственно на рецепторы зуда иммуногенным действием благодаря влиянию благодаря чему уменьшается воспаление кожи и косметические средства содержащие эту субстанцию способствуют быстрой эпитализации кожного покрова восстановлению гидролипидной мантии кожи и восстановлению нормальной микрофлоры другая субстанция созданная лабораторией пьер фабр серестора тоже обладает уникальными свойствами и прежде всего она стимулирует репаративные процессы она ускоряет скорость эпитализации в два в два с половиной раза являясь пост биотиком эта субстанция обладает антимикробной и противогрибковой активностью способствует восстановлению микробиоциноза кожи и еще очень важным вкладом в облегчение состояния пациентов страдающих кожной токсичностью явилась разработка технологии производства стерильной косметики что такое стерильная косметика это прежде всего выбор тех ингредиентов которые смогут решить поставленные задачи восстановить нормальную микрофлору на поверхности кожи восполнить гидролипидную мантию кожу способствовать увлажнению кожи дальше процессе производства эти субстанции не должны меняться поэтому были разработаны специальные технологии стерилизации косметических композиций полученные косметические средства специальным образом упаковываются так чтобы сохранилась их стерильность но самое важное что расфасованные косметические средства закрываются специальной пробкой которая не позволяет при использовании этих косметических средств пройти внутрь ни воздуху ни загрязнением внешней среды ни бактериям и тем более грибам вот это вот конструкция пробки она тоже запатентована и стерильность косметического средства таким образом сохраняется до окончания до его полного расходования фактически срок годности таких косметических средств не ограничен для чего нужна косметика в практике врача онколога прежде всего для того чтобы обеспечить рациональный гигиенический уход за кожей пациентов получающих химиотерапию и лучевую терапию рациональный уход уже сам по себе является профилактикой развития осложнений проводимого лечения вы все прекрасно знаете что наши пациенты должны избегать использования при мытье горячей воды так как она усиливает зуд наши пациенты не пользуются мочалками не растираются жесткими полотенцами после каждого душа на весь кожный покров наносят косметические средства какие это должен быть крем причем не простой крем а крем с добавками которые оказывают выраженное увлажняющее действие по сути дела это эмаленты и нашим пациентам нельзя пользоваться ни обрезным маникюром ни перспирантами ограничен контакт с бытовой химией так как же очистить кожу для этого можно пользоваться очищающим маслом который содержит эмадулия и в очищающем масле линия ксерокальм содержатся церамиды и омега-6 кислоты благодаря чему кожная поверхность становится ровной гладкой церамиды и омега-6 кислоты очень хорошо выравнивают кожный рельеф что особенно важно при шелушении кожи можно использовать косметическое молоко марки толеранс и косметическое молочко толеранс и очищающее масло ксерокальм стерильные если наши пациенты приверженцы приверженцы классических моющих средств хотят пользоваться куском мыла это нельзя делать но можно приобрести парцирин который по внешнему вилуду напоминает привычное мыло минеральная вода авен может использоваться не только как составляющие основы косметических средств не только как средства очищения кожи эту минеральную воду можно использовать для примочек а примочки это давно известное замечательное противовоспалительное средство которое снимает мокнутие кожи может вода использоваться для орошений орошения кожи облегчают зуб для восстановления гидролипидной мантии кожи лучше всего подходит линия ксерокальм ксерокальм крем и ксерокальм бальзам прекрасно используются для восстановления гидролипидной мантии тела крем имеет более мягкую нежную основу бальзам густой если нужно очистить лицо как быть в этом случае по-видимому можно использовать либо комбинацию двух средств ксерокальм концентрат и толеран и крем толеранс который обладает выраженным увлажняющим эффектом что такое успокаивающий концентрат ксерокальм концентрат может быть нанесен на любой участок кожного покрова включая веки включая участки мацерации под носом около углов рта то есть практически на любой участок кожного покрова и этот концентрат тоже стерилен в том случае если у наших пациентов выражена сухость и помимо концентрата ксерокальм можно использовать кольт крем который оформлен в форме губной помады кольт крем хорошо держится на губах смягчает кожу и не дает выраженного сального блеска помимо двух замечательных линий увлажняющей линии толеранс и линии ксерокальм следует обратить внимание на сикальфат сикальфат крем сикальфат лосьон в своем составе помимо основы содержит сульфат цинка и меди поэтому эти косметические средства обладают антибактериальным и противогрибковым действием а также содержит сукальфат это полисахарид который известен как ранозаживляющее и эпитализирующее средство при нанесении на кожу сукральфат раневую поверхность полностью закрывает нет контакта с внешней средой и создаются идеальные условия для эпитализации кожного дефекта есть еще более удивительное средство сикальфат плюс в сикальфате плюс вместо сукральфата используется церистора это уникальная молекула которая обладает выраженным эпитализирующим действием а также создает идеальные условия для восстановления микробиоциноза кожи поэтому сикальфат плюс это средство выбора при трещинах при лучевых поражениях кожи при паронихиях и даже при ладонно-подошвенном синдроме в том случае если у наших пациентов на коже выраженный гиперкератоз можно использовать акерат есть акерат 10 и акерат 30 акерат 10 содержит 10 процентов мочевины поэтому это косметическое средство можно рекомендовать при фолликулярном гиперкератозе то есть при гусиной коже акерат 30 используется при выраженных очагах гиперкератоза при повышенном ороговении кожи подошв в первую очередь окноформные высыпания очень часто появляются у пациентов получающих иммунную терапию прежде всего конечно таргетными препаратами окноформные высыпания отличаются от истинных угрей обширностью очагов поражения и поражением тех зон на которых угрей практически никогда не бывает чтобы справиться с этой ситуацией для ухода за кожей для облегчения развившихся поражений кожи зачастую приходится использовать комбинировать различные различные препараты из различных линий марки авэ это в первую очередь нужно обратить внимание на сикальфат плюс на ксерокальм причем на ксерокальм концентрат определенную помощь конечно оказывает и окерат 10 и что важно важно помнить что у марки авэ есть линия лечебной декоративной косметики которая позволяет камуфлировать дефекты кожи ну и конечно очень важно подчеркнуть что большинство пациентов с кожной токсичностью имеет выраженную фотосенсибилизацию причем фотосенсибилизация кожи сохраняется на долгие годы после окончания лучевой терапии после проведения фото дина после проведения фото динамической терапии после химиотерапии и здесь нужно обратить внимание на фото защитные средства линия в в белой упаковке почему потому что в этих средствах используются только минеральные фильтры крем фото защитный наносится на лицо фото защитные лосьон или правильнее сказать косметическое молочко наносится на все тело и есть специальный крем для отдельных поврежденных участков кожи таким образом марка Aven предоставляет широкие возможности для профилактики развития кожной токсичности для облегчения состояния пациентов у которых развились те или иные поражения кожи умело апеллируя с этой косметикой я думаю нам удастся действительно улучшить качество жизни наших пациентов в заключение я хочу уважаемые коллеги пожелать вам успеха и поблагодарить лабораторию пьер фабра за разработку столь удивительной косметики она на сегодняшний день есть практически во всех наших аптеках спасибо за внимание им а а а а а а и а пол а 受